Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы будете слушать сказку, а я вам буду читать сказку, которая называется Лимпопо. Её написал тоже Корней Иванович Чуковский. Лимпопо – это такая волшебная страна, которая находится в Африке. В сказке будет рассказываться про доктора Айболита, который очень любит животных. Он лечит животных, помогает им. И вот первую картинку я вам сразу покажу. Доктор Айболит сидит под деревом, и к нему пришли на приём разные зверушки, разные животные. И он их всех будет лечить. Посмотрите, тут и лисичка пришла, и медведь, или это пёс Барбос, и жучки, и червячки, и корова пришла. А лечит доктор своих больных пациентов не каким-нибудь там горьким лекарством, а гоголем, моголем и мёдом, чтобы зверям не было горько. Вот. Лимпопо. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса! И пришёл к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И прибежала зайчиха, и закричала. Ай, ай, мой зайчик попал под трамвай! Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки. И теперь он больной и хромой, маленький зайка мой. И сказал Айболит, не беда, подавай-ка его сюда. Я пришью ему новые ножки. Он опять побежит по дорожке. И приснесли к нему зайку, такого больного, хромого. И доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. А с ним и зайчиха-мать тоже пошла танцевать. И смеётся она, и кричит. Ну, спасибо тебе! Ай, болит! Вот, посмотрите, я вам поближе покажу. Вот здесь нарисовано, как зайчик попал под трамвайчик. И потом доктор пришивал ему ножки. И зайка прыгает снова, а с ним и зайчиха-мать тоже пошла танцевать. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от гиппопотама. И читает доктор телеграмму. Приезжайте поскорей и спасайте малышей. Что такое? Спрашивает доктор. Неужели ваши дети заболели? Да-да-да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор Айболит. Ладно-ладно, побегу. Вашим детям помогу. Только где же вы живёте? На горе или в болоте? Мы живём на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандопо, где гуляет гиппопопа по широкой лимпопо. Вот. Лимпопо. Видите, страна нарисована на карте. И тут видно, что это Африка, потому что растут пальмы. И там есть стрекалимпопо, где гуляет гиппопопа. Гиппопопа – это, скорее всего, гиппопотам. Гиппопотам – это бегемот. Вот, видите, нарисован бегемот, который гуляет там по Африке. И встал Айболит. Побежал Айболит. По полям, по лесам, по лугам он бежит. И одно только слово твердит Айболит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Но это, чтобы не забыть, куда ему надо ехать. А в лицо ему ветер и снег, и град. Эй, Айболит, воротися назад. И упал Айболит. И лежит на снегу. Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из-за елки выбегают лохматые волки. Садись, Айболит, верхом. Мы живо тебя довезем. Все стали Айболиту помогать. Вот такие здесь были картинки. Вот такая. Как побежал Айболит. По лесам, по горам. И тут прибежали к нему волки. И предложили свою помощь. И вперед поскакал Айболит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Но вот перед ними море. Бушует, шумит на просторе. А в море высокая ходит волна. Сейчас Айболита проглотит она. О, если я утону, если пойду я ко дну, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными. Но тут подплывает кит. Садись на меня, Айболит. И как большой пароход, тебя повезу я вперед. И сел на Китай болит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. И горы встают перед ним на пути. И он по горам начинает ползти. А горы все выше. А горы все круче. А горы уходят под самые тучи. О, если я не дойду. Если в пути пропаду. Что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными. И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетели орлы. Садись, Айболит, верхом. Мы живо тебя довезем. И сел на орла Айболит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Вот мы видим тут, как Айболит едет на волках. И потом он подъехал к морю. Видите, тут вот рыбы плавают в море. А потом Айболит сел на кита. И кит его повез дальше. А потом орлы помогли Айболиту, чтобы он смог преодолеть высокие горы. А в Африке на черный лимпопо сидит и плачет в Африке печальный гиппопо. Он в Африке, он в Африке под пальмой сидит. И на море из Африки без отдыха глядит. Не едет ли в кораблики доктор Айболит? И рыщут по дороге слоны и носороги. И говорят сердита, что ж нету Айболита? А рядом бегемотики схватились за животики. У них, у бегемотиков, животики болят. Вот, все ждут Айболита. И тут же страусята визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко бедных страусят. И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них. И горлышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет? Доктор Айболит. А рядом прикорнула зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток, у бедных укулят. Уже двенадцать суток зубики болят. И вывихнуто плечико у бедного кузнечика. Не прыгает, не скачет он. А горько-горько плачет он. И доктора зовет. О, где же добрый доктор? Когда же он придет? Ну вот, поглядите. Какая-то птица. Все ближе и ближе по воздуху мчится. На птице, глядите. Сидит Айболит. И шляпою машет. И громко кричит. Да здравствует милая Африка! И рада, и счастлива вся детвора. Приехал, приехал, ура, ура! А птица над ними кружится. А птица на землю садится. И бежит Айболит к бегемотикам. И хлопает их по животикам. И всем по порядку дает шоколадку. И ставит, и ставит им градусники. И к полосатым бежит он тигрятам. И к бедным горбатым больным верблюжатам. И каждого гоголем, каждого моголем. Каждого гоголем, каждого моголем. Гоголем-моголем, гоголем-моголем. Вот че это. Вот это доктор. Всех бы так лечили, да? Гоголем и моголем. Сладким и вкусным. Вот. Прибежал доктор. И давай лечить всех зверей. Гоголем-моголем. конечно десять ночей айболит не ест не пьет и не спит десять ночей подряд он лечит несчастных зверят и ставит и ставит им градусники вот и вылечил он их лимпопо вот и вылечил больных лимпопо и пошли они смеяться лимпопо и плясать и баловаться лимпопо и акула каракула правым глазом подмигнула и хохочет и хохочет будто кто ее щекочет и малютки бегемотики ухватились за животики и смеются заливаются так что дубы сотрясаются на далекой танганайки на широкой лимпопо вот и гиппо вот и попа гиппопопа гиппопопа вот идет гиппопотам он идет от зензибара он идет килиманджаро и кричит он и поет он слава слава айболиту слава добрым докторам вот такая в конце была у всех радость все плясали танцевали слава добрым айболитом слава слава айболиту слава добрым докторам ну и вот еще последняя такая маленькая картинка но очень хорошая где стоит айболит с гиппопотамом вот они стали такими друзьями ну вот такая сегодня была сказка конечно очень хорошо что есть такие доктора которые нас лечат лечат нас взрослых лечат маленьких деток и лечат даже разных зверей звери бывают тоже не всегда такие добрые ласковые бывают звери зубастые но их тоже нужно лечить поэтому большое спасибо всем докторам которые умеют лечить всех нас на сегодня все расскажите мне потом как вам понравилась эта сказка до новых встреч до свидания